В эфире программа «Лапки-царапки». В рейтинге самых умных пород, составленных психологом и автором знаменитой книги «Интеллект собак» Стэльни Корроном, этот пёс занимает почётное второе место после бордер-коли. Но в нашей программе он, безусловно, первый. Пудель – это та собака, не узнать которую среди множества других пород практически невозможно. Своей популярностью он обязан не только импозантной внешности, но и ни с чем не сравнимому обаянию, искрящемуся темпераменту, понятливости и интеллигентности. Это о нём говорят. Пока ещё не человек, но уже и не собака. Потому что каждый из них имеет свой особый характер. Пудель – одна из самых древних пород собак. Однако единого мнения о его происхождении не существует. Многие специалисты считают предком пуделя барбета – жесткошерстную французскую легавую, происходящую в свою очередь от собак, завезённых мавровыми в Европу из Африки. Барбета и португальских, и испанских водяных собак первоначально скрещивали между собой и получили из порода отдалённо напоминающие современного большого пуделя. Слово «пудель» происходит от немецкого «пудель» – «плескаться». Вероятно, потому что первоначально эту собаку использовали для охоты на водоплавающую дичь, во время которой пудель был вынужден достаточно долгое время проводить в холодной воде. Шерсть, по всей видимости, им мешала, поэтому начали состригать шерсть и оставлять только шерсть на суставах. Отсюда произошли фигурные стрижки. Они подчас придавали представителям этой породы довольно необычный, но очаровательный вид. И поэтому уже при дворе Людовика XVI пудель стал пользоваться огромной популярностью и являлся предметом роскоши. Кстати, вероятно, с того времени французы считают его своей национальной породой. Исторические изменения моды практически не отразились на причудливых фасонов фигурных стрижек пуделей. Классический вариант, сохранившийся до наших дней – стрижка подо льва, которая предписывает состригать шерсть на задней части туловища, оставляя густую львиную гриву и помпоны на лапах о хвосте. Этот фасон был узаконен в 20-х годах прошлого столетия, и на выставке допускали собак только со стрижкой лев. Но в 60-х годах появилась такая стрижка, как модерн. На выставках она была узаконена также, но в большинстве случаев на выставках появляется все-таки в любимом льве. Пудель – это единственная порода, у которой по стандарту существуют три варианта размера – от 58 до 25 см в холке. Необходимо помнить, что термины «большой», «королевский», «миниатюрный», «стандартный», «той пудель карликовый» – это разновидности одной породы. Шерсть пуделя – его главное отличие от других пород. Она уникальна по своей структуре, упругая и объемная, с характерным завитком, однородная по фактуре и разнообразная по цвету. Традиционные окрасы пуделя – это белый, черный, коричневый. Но генетики вывели такие окрасы, как серебристый, абрикосовый. С 2007 года добавились к этим окрасам орликин и черный подпалый. На улице прохожие замирают от восторга при виде красивого и ухоженного пуделя, а на выставках собаки этой породы – вне конкуренции по производимому эффекту. Однако для того, чтобы шерсть была длинной и здоровой, ей требуется правильный и регулярный уход. Шерсть при линьке практически не выпадает. Она скатывается в спиральки и ждет своего времени, когда мы возьмем расческу и просто вычешем собаку. Пудель – не линяющая, не пахнущая собака. Единственное, чем она может пахнуть – это только дорогой косметикой. Своеобразная внешность пуделя прекрасно дополняется его отличным характером. Они словно специально созданы для общения и дружбы. Пудель очень любит детей и ходит за ним по пятам, желая с ним поиграть. В нашей семье пудель появился благодаря тому, что ребенку-инвалиду потребовалась реабилитация. Пудель обладает феноменальной памятью и прекрасно высваивает все, чему его обучают. Когда дело касается дрессировки, из этих собак можно лепить все, что угодно. И собаку для повседневной жизни, и собаку для испытания на энергичность, на проворность. Согласитесь, гармоничное сложение и шикарная шерсть делают эту собаку очень элегантной, а легкая и танцующая походка придает ей необычайное изящество. Вероятно, все это и служит причиной того, что пудель уже много лет остается одной из самых популярных пород в мире. Американская пословица гласит – каждый пудель собака, но не каждая собака пудель. Поэтому для их владельцев выбор идеального домашнего питомца очевиден. А для любителей экзотики мы приготовили другой вариант, но для этого отправимся в гости. Нашим собеседником будет Новиков Иванович. Здравствуйте, Ваня. Здравствуйте. Вы знаете, я первый раз сталкиваюсь вот с таким необычным любителем, можно сказать, домашних питомцев. Но кошке все понятно. А почему пауки? Рассказывайте. Ну, как-то с детства к этому появился интерес. Я сам с севера, там негде было достать такую экзотику. Ну, то есть спустя некоторое время интерес пришел в увлечение. Появились возможности приобрести, где-то найти. Ну, так вот начал уже собирать свою первую коллекцию. Вань, то есть я так поняла, что с самого раннего детства мечтой были не вот такие замечательные кисоньки или собачки, а пауки. Ну, да. И первый паук появился в каком возрасте? В 19 лет. Я просто нашел в интернете заводчиков, собственно, там из других городов. Я попросил, чтобы меня высвали, оплатил, мне передали через автобус с водителем. Так я, собственно, приобрел своего первого паука. Сейчас у вас какое количество пауков? Ну, около 40 всего. Около 40 пауков. Я надеюсь, что никто тут нигде не вылезет, все они сидят в террариуме. Конечно, да. Давайте поговорим о том, как правильно нужно содержать пауков, где они должны жить. Какие должны быть характеристики у террариумов? И вообще, существует ли специально террариум для пауков? Ну, в принципе, да. Это называется паучатники. Здесь дело в том, что большое множество видов птицеедов. И для каждого нужны свои условия. Кому-то нужна большая влажность, кому-то небольшая, кому-то нужна двойная вентиляция, кому-то достаточно одной. То есть здесь уже индивидуально под каждый вид надо подстраиваться. Вань, наверное, самый сложный вопрос для тех, кому нравится экзотика. Но если люди не любят какое-то насилие, как кормите пауков? Не напрягает ли вас, что они хищники? Нет, я кормлю их только насекомыми. То есть это сверчки, тараканы, возможно, там, зоофабосы. Ни в коем случае я не кормлю их млекопитающими и позвоночными. Я не практикую это, потому что это не самая, скажем так, полезная для них пища. Как часто нужно кормить паука? И какое количество должен съесть, например, такой паук или такой? Ну, к примеру, такого паука достаточно кормить один-два раза в неделю крупным тараканом или сверчком. В принципе, пауки являются неприхотливыми в содержании в основном. И ничего страшного, если они там длительное время не поедят. Бывали случаи, когда пауки сами отказывались от пищи, рекордное количество, по-моему, до около двух лет. Может быть, у них наступала линька в этот момент? Я в интернете прочитала. Ну, перед линькой, да, они отказываются есть, потому что у них формируется экзоскелет новый, вот, поэтому они не едят перед этим. И после линьки через некоторое время их тоже нельзя сразу кормить, только через некоторое время. Как долго живут пауки и, на ваш взгляд, в каком возрасте можно питомца отдавать новому хозяину? Ну, пауки живут в среднем, самки живут дорче, они живут где-то 10-15 лет, бывает, до 20 лет. Самцы живут обычно 3-4, максимум 5 лет в своем уже половозрелом возрасте. На последней линьке они не могут прилинять и, соответственно, умирают. Пауков могут заводить абсолютно в любом возрасте, как самых крупных, так и самых малышей. Это уже на любителя. У меня есть, допустим, пауки, которых я выращивал, там, самых крошечных, то есть миллиметровых таких вот там. Вот, есть которых уже брал крупными. Правда, что у каждого паука есть свой характер? Ну, да, у каждого, скажем так, рода паука есть свой характер, свои особенности, поведение. Одни спокойные, другие агрессивные, там, некоторые нервные. Зависит ли агрессивность паука от его пола? Да, самки, как правило, более агрессивные, чем самцы. Вообще, есть агрессивные виды, есть неагрессивные виды. В принципе, паук, если ему ничего не делать, он сам, как правило, не атакует. То есть к агрессивному виду, естественно, не стоит лезть. Он, возможно, может проявлять характер. Спокойный вид, он ни в коем случае не укусит, если ему, скажем так, ничего не причинить. А как вы считаете, хозяинами пауков должны быть взрослые люди? Или вот такого красавца ребеночку совершенно спокойно можно на день рождения подарить? Ну, скажем, конкретно такого нет, потому что вид довольно-таки стервозный, нервный. Спасибо, что сказали. Ну, допустим, вот такой вот с Митей можно, в принципе, и ребенку, там, возраста 10 лет запросто. Опять же, естественно, контролируя его. Потому что вид очень спокойный, не агрессивный и совершенно, в принципе, ручной. А на руки можно его брать? Да. Ну, насколько я поняла, этого товарища мы в руки брать не будем. Вот этого, хотя это первый опыт. Я не получать нецел. Показывайте, давайте, я попробую. Итак, аттракцион неслыханной смелости. Открываем. Мама. Вы знаете, теперь я ваша поклонница. Действительно, это совсем не страшно. Ну, очень красивый паук. Вань, к сожалению, время нашей рубрики, оно ограничено. Хотя я, наверное, бы осталась уже у вас жить вот с таким замечательным питомцем. Но, тем не менее, я вынуждена попрощаться. Большое вам спасибо. До свидания. До свидания. Как мне экзотичные пауки в качестве домашних питомцев, все-таки более их не потискаешь. И тем более в красивые наряды не оденешь. Для чего многие владельцы одевают своих любимцев? Об этом в нашей следующей рубрике. Усатые полосатые домочадцы слишком независимы и вряд ли согласятся ограничивают свою свободу творениями высокой моды. Но владельцам этих милых созданий хорошо известно, как тонко они чувствуют повышенное к ним внимание. Кошкам нравится, когда ими любуются. Поэтому, выслушав массу комплиментов, они с удовольствием могут позволить надеть на них красивую вещь. На первый взгляд кажется, когда у кошки много одежды, то это показатель вкуса хозяйки. Однако бесшерстным кошкам без теплой одежды обойтись нельзя. Порой легкий комбинезон – спасение сквозняков или незапланированной простуды. Одетый зверь не застудит почки и не станет чихать и кашлять. Одежда пригодится для того, чтобы защитить кошку от случайной вязки на улице. И кроме того, одетая кошка не будет выглядеть как бездомное животное. Пластичность и подвижность – выразительные черты домашней тигры. Для нее очень важно, чтобы ничто не сковывало ее движение и не раздражало. Поэтому вязаный жилет – почти идеальный вариант. Для выбранной модели вначале измерим кошке обхват талии. Затем рассчитаем количество петель и можно начинать творить. Пряжу, из которой будете вязать, надо подбирать мягкую, как для детских вещей. Приблизительно грамм 50-70 надо для жилета. Жилетку начинаем вязать со спины. Сначала резинку, затем любым рисунком до проймы. Закрываем петли с одной стороны и вывязываем горловину. Переднюю часть, как и спинку, вновь заканчиваем резинкой. Сшиваем детали до проймы. И обновка готова. Если вы не умеете вязать, то есть очень простой вариант. Купите носочки без пятки, желательно с пальчиками. Из них можно сделать великолепный кошачий наряд. Отрезаем носок по длине нашей будущей жилетки. Край изделия подворачиваем и подшиваем. Здесь важно не стягивать нитку, чтобы в дальнейшем нашей кошке было удобно. Вырезаем два отверстия под передние лапки и также обрабатываем срезы. Осталось только украсить готовые изделия. Из пальчиков, которые остались, можно сделать украшение. Бабочку, если у вас кошка-девочка. И подракончик, если кошка-мальчик. Такой наряд практичен и удобен. Не стесняет движение кошки и наверняка ей очень понравится. Главное, дать ей привыкнуть к новому образу. А если она все же заупрямится, расскажите своей мурлыкающей компаньонке, что когда-то хвосты и лапы египетских кошек украшали кольца и браслеты, а ритуальные попоны расшивали золотом и ониксом. И тогда она услышит вас и обязательно поймет. А с вами были Лапки-Царапки. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok